История своими руками. Буквально вчера вечером наша съемочная группа вернулась из Пустозерска, где жители Нинецкого округа принимали участие в создании на этой исторической земле нового регионального бренда. Губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский, представители окружной администрации Заполярного района, переносят элементы башни, которая скоро будет украшать входные ворота недалеко от места расположения Пустозерска. Сейчас работа над входным комплексом в самом разгаре. Представители волонтерского десанта уже перенесли более 30 различных деревянных элементов. Скоро этот стрелец станет брендом Нинецкого округа. Он украсит входные ворота и будет символизировать первых жителей старинного города Пустозерск. Стрельцы будут встречать гостей первого русского заполярного города в начале Большой Пустозерской тропы, которую в прошлом году реализовали за счет средств гранта. Большая Пустозерская тропа – это маршрут более чем на 8 километров, который в прошлом году мы фактически проложили, установили на нем информационные стенды, малые архитектурные группы, малоархитектурные формы. Вы знаете, что 7 было установлено в виде медведя, лося, песца и так далее, животных, которые встречаются на Большой Пустозерской тропе. Средства на экологический маршрут, установку биоинженерных конструкций, входных ворот выиграла Нинецкая региональная организация «Общество краеведов», созданная для поддержки государственных и негосударственных музеев нашего региона. На самом деле ворота – это некий символ, это так визитная карточка, то есть с чего мы вообще открываем наш маршрут. Но они у нас особенные, они у нас, с одной стороны, это визитная карточка, это вход в лес, некий такой сказочный вход, да, как раз к лесу, к животным, которые там. А с другой стороны, это конец маршрута исторического легенды и были малого бора, и как раз вход в сам город, которого сейчас нет. Арт-объект на начале тропы с двумя башнями, забором в виде чистокола разрабатывали пять мастеров – креативные северяне фестиваля Тайбала. Мы делаем Тайбала в Северодвинске, в Архангельской области. И как бы у нас есть там команда, сборная Тайбала, ну Тайбала-Асэмбл, мы строим всякие разные объекты. Когда планируете закончить работы? Ну мы воскресенье закончим, поставим все. А художник еще через неделю приедет, за дня за три закрасит все. Объект помогает монтировать и устанавливать не только трудовой десант из Наринмара, из-за полярного района, но и волонтерский лагерь Пустозерского музея. В этом году в рядах юных исследователей 22-летний Артем Кручинин из Москвы. Всегда хотелось на русском севере побывать, посмотреть на красоты местные. Не пожалел? Нет, конечно. Комары, конечно, немного мучают, но это, я думаю, нормально. А чем занимались? Какие работы выполнили? В основном помогали с входной группой, обустройство лагеря, то есть палатку установили большую, за кастроном следим, полевой кухней занимаемся, палатку ставим. В общем, в основном поддержание лагеря, в общем, такие бытовые вещи. С ребятами уже успел подружиться? Какие отношения у вас? Отношения хорошие, коллектив дружный, веселый, вообще великолепный. Еще есть желание приехать? Ну, скорее всего, да. Почему бы нет? Еще друзей позову своих. Сегодня Артем Кручинин и еще более 10 ребят в одном трудовом строю с главой региона. Кстати, волонтерские десанты несколько раз высаживались на древней земле и уже стали доброй традицией в Пустозерском. Мы очень много говорим про Пустозерск, хотя на самом деле, если взять среднестатистического, даже Нарьинмарца, многие не были в Пустозерске. Мне кажется, что ребята задумали очень хорошую идею вот с этой экологической тропой, с этими малыми архитектурными формами. То есть, по сути, это начало такого восстановления Пустозерска как культурного и как туристического такого объекта. Это действительно очень интересный и удачный проект. И для того, чтобы он состоялся, и для того, чтобы как-то придать, может быть, дополнительные импульсы и немножко добавить энтузиазма ребятам, которые это делают, мы приняли такое решение. Честно говоря, получили огромное удовольствие от этого участия. Визитную карточку новый деревянный объект установят уже в эти выходные. Он станет очередным подарком к дню рождения первого русского заполярного города, который отпразднует уже в сентябре этого года. Любовь Пермяков, Владислав Носкин, Телеканал Север.